В эфире программа День города. В студии Наталья Новик. Вам здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Торговцы смертью в Рязани стартовала всероссийская акция. Лед тронулся, господа. Насколько сейчас опасны зимние увлечения. Красивые и бесстрашные в крутицах прошел этап чемпионата России по парашютной акробатике среди девушек. Сегодня начался суд над бывшим зампредом рязанского правительства Дмитрием Андреевым. Напомню, Андреева арестовали 6 октября 2015 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил свыше 6,5 миллионов рублей от директора одной из организаций региона за общее покровительство. Уголовное дело возбудили на основании результатов оперативно-розыскной деятельности. Экс-чиновнику инкриминируют два эпизода взяточничества и один мошенничество с использованием служебного положения. Взятки, согласно материалам дела, Андреев получал от руководителей двух сельхозпредприятий. Один отдал в безвозмездное пользование автомобиль Toyota Land Cruiser, а другой оплатил сыну покровителя договор долевого строительства на сумму 4,5 миллиона рублей. 500 тысяч рублей Андреев путем обмана похитил у подчиненных. Бывший чиновник вину не признал и на первоначальном этапе расследования выдвигал различные версии в свою защиту, а впоследствии совсем отказался от дачи показаний. В ходе расследования уголовного дела следователями были допрошены более 150 свидетелей, проведены 20 судебных экспертиз. Следственные действия проводились на территории Рязанской и Московской областей. При решении суда мера пресечения в виде заключения под стражу подсудимому продлена на 6 месяцев, то есть до 26 августа 2017 года включительно. В судебном заседании прокурорам оглашено обвинительное заключение. Следующее судебное заседание назначено на 3 апреля 2012 года. Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения. В Рыбновском районе нашли тело утонувшего мужчины. Как оказалось, погибший был рыбаком. С наступлением весны выход на лед становится опасным мероприятием. Вот только далеко не все об этом помнят. Насколько тонок леда проверял Валерий Седов. Середина марта. 4 градуса тепла. Рюминский пруд. Но рыболовный промысел по-прежнему продолжает процветать. Если верить показаниям рулетки, то в эту жаркую весну толщина льда всего 30 сантиметров. Правда, в некоторых местах он настолько тонкий, что страшно на него даже наступить. Но рыбаков это не останавливает, и они продолжают выходить на лед. Идти по их следам немного страшновато. Порой кажется, что услышишь хруст и окажешься под водой. Шор абсолютно лед. А вы измеряете перед тем, как выходите, или просто идете? Нет, мы смотрим, какой лед. Просто так же не выйдешь. Кому охота купаться? Лед-то он крепкий. Просто идем. Буром сверлишь, когда видно его. Как долго еще планируете вот так вот выходить? Ну, даже не знаю пока. Пока так вот. Уважаемые рязанцы, помните, обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – это залог сохранения здоровья и спасения жизни. Не рискуйте своей жизнью. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение. Или выступают на поверхность кусты – трава. Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. При движении необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. На лед нужно выходить в светлое время суток. Ступать по нему следует осторожно, обходить все подозрительные места. Не выходите на лед в одиночку. Не проверяйте прочность льда ногой. Будьте внимательны, осторожны и готовы в любую минуту к опасности. Если под вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности. Плавно ложитесь и перекатывайтесь в безопасное место. Но только в стоячих водоемах. На воде с течением спасаться таким образом у вас не получится. Кстати, с приходом весны перестало действовать несколько пеших ледовых переправ, что еще раз говорит о том, что на лед вообще выходить не стоит. Всегда думайте о своей безопасности и избегайте неприятностей. Каждому развлечению свое время. Несмотря на то, что до лета еще далеко, а стало быть, о высокой пожароопасности, синоптики будут предупреждать еще не скоро. Пожары в нашем городе участились. Горят машины и квартиры. Не обошлись минувшие выходные и без аварий. Подробнее расскажет Алена Куколева. В субботу 11 марта на улице Гагарина в Рязани произошло столкновение маршрутного автобуса и автомобиля Рено. По предварительным данным, Рено под управлением 45-летнего жителя Москвы, подъезжая к регулируемому перекрестку, начал останавливаться на запрещающий сигнал светофора. Водитель автобуса не успел вовремя среагировать и совершил с ним столкновение. В результате аварии пассажир автобуса, три женщины с травмами были доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана помощь. Вечером в воскресенье в Рязани подожгли такси. Инцидент произошел на улице Радиозаводской. Водитель такси Лады Ларгус отправился на предрейство медицинский осмотр, который занимает около пяти минут. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в это время неизвестный молодой человек облил машину с пятилитровой канистры и поджег ее. Когда водитель вернулся с медосмотра, машина уже горела. Огонь тушили четверо спасателей. Напомним, 10 марта в Рыбном неизвестный бросил кирпич в эту же машину. С огнем пожарные боролись в этот день и на улице Костачева. Пожар произошел в квартире 10-этажного дома. На ликвидацию возгорания выезжали три пожарных расчета. Огонь повредил кухню и балкон. Известно, что в результате происшествия обошлось без пострадавших. Причиной спасатели назвали загоревшийся чайник. 12 марта в 18 часов 12 минут поступило сообщение о пожаре в городе Рязани на улице Костачева в жилом 10-этажном доме. Огнем была повреждена квартира на площадь 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении. 12 человек личного состава государственной противопожарной службы и 4 пожарных автомобиля. С непрошенными гостями столкнулась в своей квартире наша телезрительница. У нее поселились тараканы. Борется с насекомыми она уже на протяжении нескольких лет. Откуда они пришли, а вернее приползли, и почему борьба оказалась такой затяжной, она рассказала нашему корреспонденту. Многие вещи кажутся нам уже пережитками прошлого. Но не все его обломки канули в лету. Такая страшная вещь, как тараканы, по-прежнему продолжают наводнять квартиры многих жильцов. И если у одних нет четких объяснений появления этих ползучих гадов, то для других загадок в этом вопросе не остается. В одно непрекрасное утро, как писал Корней Чуковский, появился из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Появились тараканы. Сначала появились, это было уже давно, несколько лет тому назад, я их обработала, выгнала. Вот три года тому назад появились, и я с ними такую борьбу, большую работу вела. Их появление совпало с открытием магазина на первом этаже дома. Для Капитолины Васильевны борьба с тараканами стала регулярной. Пожилой женщине это дается нелегко, но она не сдается, и каждый новый день вновь выходит на бой. Компанию частную, там предлагали обработать, если одну квартиру, ничего не поможет, надо всю квартиру. И брали стоимость за один квадратный метр. К сожалению, дорогую обработку больших площадей пенсионерке не потянуть. Поэтому и приходится сражаться с тараканами народными методами. Внук нашел, отыскал в интернете, значит, делать каши целых полгода, варю каши. Пенсионерка решила писать в различные службы, но больших результатов это не принесло. К тому же, в ожидании ответов, тараканы никуда не пропадают и продолжают осаждать квартиры. Ходила я к нему, сама приползла туда. В общем, они обвиняли меня, дескать, у вас тут грязно все в квартире-то, дескать, как у вас в квартире могут не водиться тараканы. Грязи и беспорядка в квартире никогда не было, поэтому стало ясно, что это обычная отписка от реальной проблемы. Но пенсионерка решила не сдаваться и продолжала писать во все службы. Вот сколько у меня этих, вот, то одному позвоню, то позвоню, а вот поэтому, этому позвоню, а вот поэтому. Вот все и звонила, и звонила, и звонила. Ответ Роскомнадзора. Насекомые действительно обнаружены в магазине этого дома. Но, к сожалению, владелец находится в другом городе и подчиниться требованию провести санобработку он не может. Поэтому и складывается грустная ситуация, что есть ответы и наставления, но выполнять их некому. С жуткой проблемой столкнулась не только Капиталина Васильевна, но и другие жильцы этого дома. На четвертом этаже тоже женщина. Никак не могу вывести много тараканов. На пятом этаже, говорят, нет тараканов. Выше тараканов тоже нет. Ну вот, вот такая штука. Боремся почти около полугода. Все средства перепробовали. Появились, наверное, больше полугода. Борьба идет уже несколько лет, а результатов нет по-прежнему. Постоянные переадресации звонков на другую службу и явное нежелание браться за проблему. Остается спросить, как долго пенсионерке, ветерану Великой Отечественной войны, придется бороться с тараканами. Сообщи, где торгуют смертью. Нарязань присоединилась к всероссийской антинаркотической акции, первой ДАП, которой пройдет с 13 по 24 марта. Подробнее расскажет Галина Ершова. Марихуаны, синтетические наркотики или порошки – названия разные, а суть одна. Человек привыкает с первой дозой и уже не может отказаться самостоятельно от смертельной привычки. С начала года в Рязанской области из-за борота было изъято 9,6 кг наркотических веществ. Было зарегистрировано около 200 преступлений. Из них 152 тяжких и особо тяжких. Сотрудниками наркоконтроля пресечено 70 попыток сбыта и выявлено 4 наркопритона. В феврале 2017 года возбуждено два уголовных дела. По статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации организовано преступное сообщество, которое действовало на территории ряда регионов Российской Федерации, таких как Ярославской, Курской, Рязанской, Воронежской, а также Республики Татарстан. В настоящее время фигуранты задержаны, проводится расследование. В зону риска традиционно попадает молодежь от 18 до 30 лет. К счастью, школьников среди них практически нет. Распространяют преимущественно бесконтактным способом. Угроза приходит из интернета. После того, как человек перевел нужную сумму на виртуальную карту, продавцы делают закладку. Здесь и выходят из тени сотрудники наркоконтроля. Они ловят преступников, восстанавливая всю цепочку событий. За сбыт наркотиков, как тяжкое преступление, до 20 лет лишения свободы, хранение, первая часть, значительный размер, до 5, и вторая часть, хранение наркотических веществ, статьи 228 Уголовного кодекса, также тяжкое является, здесь уже получается от 5 и выше лет лишения свободы. В течение нескольких лет уровень наркооборота в регионе не растет. Такие успехи в борьбе со смертью стали возможны благодаря активности небезразличных людей. Сегодня в Рязани пятый раз стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». Родители, друзья, соседи, ваша бдительность поможет сохранить десятки жизней и судеб. Любой гражданин может обратиться на телефон доверия МВД России по Рязанской области, либо через официальный сайт МВД России по Рязанской области, либо к нам лично по адресу город Рязани, улица Держинского, дом 12. По каждому обращению сотрудники наркоконтроля обязаны провести проверку. Конечно, им поступают и ложные вызовы, но стоит помнить, что за каждым раскрытым преступлением стоит конкретный спасенный человек, вырванный из лап смерти. А это значит, что внимательность не бывает напрасной. Кто сказал, что красивые девушки не падают с неба? В прошедшие выходные на аэродроме Крутицы поднимались в небо и опускались снова 19 профессиональных спортсменок из Москвы и Московской области, Тульской, Воронежской и Липецкой областей. При этом девушки не просто совершали прыжки с парашютом, они участвовали в так называемой формации и в результате поставили рекорд от Центрального федерального округа, составив в воздухе фигуру из 15 спортсменок. Высота больше 4 километров, 19 девушек на борту. Цель – составить фигуру в воздухе. Спортсменки опытные, но в этом составе практически не прыгали вместе. Буквально за сегодняшний день мы должны стать командой, спрыгаться все вместе в той конфигурации, которая у нас есть. И чем мы быстрее это сделаем, тем быстрее у нас получится рекорд. У всех были тренировки на других дроп-зонах, в других составах, тренировки в аэродинамических тоннелях. Но волнение в воздухе все же никуда не деть. Мы только начали прыгать и надеемся, что весь день продолжим прыжки. Как ощущения после формации? Первые лета для вас формации уже нет? Нет, конечно. Мы уже тренировались до этого очень много раз. У нас были сборы, поэтому как рабочие моменты уже нет такого ощущения, что это вау, что это впервые. Мы делали это много раз. Основной прием – это постоянный повтор основных установок, сокращение их до минимума, для того, чтобы человек в состоянии стресса во время прыжка мог их вспомнить, взять себя в руки и сделать поставленную задачу. Тренировочные попытки, а дальше разбор полетов. Если бы пытался что-то тренировать, это не захват. Учитывать приходится многое. Иногда принимать мгновенные решения, ориентируясь на ветер и поведение других членов команды. Не случайно парашютный спорт считается спортом для умных людей. Это был у нас второй тренировочный прыжок. Мне все понравилось. Единственное, мне, к примеру, было сложно провалиться под базу и догнать ее по высоте. Поэтому надо загрузиться. А пользуясь случаем, я бы хотела передать привет своим любимым родителям, которые, несмотря на всю опасность данной дисциплины, меня отпускают, меня верят и меня поддерживают. Каждая новая попытка осуществляется с учетом ошибок. За каждой внимательно следят члены жюри. Легендарная Зинаида Курицына, за спиной которой больше 7 тысяч прыжков, 20 мировых рекордов и даже случай, когда парашют не раскрылся во время прыжка. У вас значит, что много прыжков вы хватали в ноли, даже были неординарные случаи. Как действует, допустим, если попали в неординарную ситуацию? Надо к ней быть готовым на земле в первую очередь. Когда прорабатываешь все ситуации, в воздухе срабатывает автоматически. Для девушек этот этап соревнований не просто новое достижение, но и возможность получить спортивный разряд, звание, а для кого-то принять участие в большой формации в августе. Сегодня даже погода. Улыбнулось нам яркое солнце, голубое небо. Впервые на территории Рязанской области в формате нашего аэродрома проводятся мероприятия такого масштаба. Это чемпионат Центрального федерального округа. И примечательно, что это не просто закрытое локальное какое-то мероприятие, а мероприятие, которое включено в план проведения спортивных мероприятий, утвержденными спортом Российской Федерации. Крутицы давно стали любимым пространством для многих парашютистов страны. Теперь дробзона открыла новую страницу в истории. Сможет завоевать популярность у наших рязанцев, так как он очень зрелищный. И при правильной организации, при правильной подаче всего того, что происходит в небе, все, что делают эти хрупкие девчонки, я думаю, что это будет одним из популярных и зрелищных видов спорта на территории Рязанской области. Особенно приятно, что инфраструктура, которая сегодня создана, именно для занятий парашютным спортом в Шиловском районе Рязанской области соответствует всем стандартам мировым в данном виде спорта. Традиции парашютного спорта в Рязани сильны. Со времен Советского Союза всегда существовала команда, которая могла заявить о себе на соревнованиях мирового уровня. Групповая акробатика в воздухе и большие формации – это новая страница в истории спорта нашего региона. И открылась она установленным рекордом. В минувшее воскресенье Рязань посетил писатель мировой величины Ник Перумов. Это его первый визит в наш город. Как проходила встреча, расскажет Валерий Седов. В Рязань Ник Перумов приезжает впервые. Его визит вызвал большой ажиотаж не только среди поклонников писателя, но и жанра фэнтези в частности. Даже работники магазина внимали вступительные речи писателя. Мы с ним ездили в Кремль. Я попыталась ему рассказать историю Рязани, но оказывается он ее хорошо знает, и мне было это несказанно приятно, как коренной Рязанке. Книжный магазин «Барс» при помощи издательства смог организовать эту необычную и приятную пресс-конференцию. На ней Ник Перумов презентовал завершающую книгу из трилогии про Молли Блэк Уотер. В начале своего выступления автор поблагодарил всех присутствующих за то, что они потратят два часа в свой выходной на пресс-конференцию. На писателя не сразу посыпались вопросы, но своим вступительным словом Ник Перумов разрядил обстановку, и они зазвучали один за другим. Писатель рассказал, что несмотря на то, что он живет в США, все же старается сохранить в детях русский дух, привить им русскую культуру. Социальные сети и общение с людьми помогают пережить ему ностальгию по родным местам. В конце пресс-конференции состоялась автограф-сессия, а также были вручены подарки за лучшие вопросы. Встреча с авторами всегда вдохновляет, и тем более такой интеллигентный, очень интересный разговор выдался с автором, очень понравилось. Ну это очень здорово, что такой писатель такого масштаба, то есть как приехал в Рязань и рассказал свое мировоззрение. Смешанно. Почему? Ну потому что, если честно, раньше я ни разу не была знакома с данным автором, и меня вообще с ним познакомил, если сказать, совершенно недавно мой отец, и теперь мне просто очень хотелось бы хоть что-нибудь из его литературы почитать. Здорово, очень здорово. Такого класса писателей, ну размеры, размаха не часто к нам приезжают. Приезжает много, очень разных у нас здесь, ну знаете, встречи происходят постоянно, не часто бывают такие, и это очень здорово. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу писатель рассказал свои впечатления о Рязани. Я достаточно хорошо знаю нашу русскую историю, и, конечно, Рязань для нас это город первого национального мифа, вот город, павший смертью храбрых, потому что ведь он, старая Рязань была уничтожена, и так и не была восстановлена после бата его нашествия, но зато появился Переиславль Рязанский как действительно символ того, что рязанцы не сдаются. И, может, они могли немножко отступить, но все равно остались здесь, на этих Окских берегах. Наш телеканал также устроил конкурс на лучший вопрос автору. Победитель получил в подарок книгу с автографом. Вопрос показался интересным и писателю. В своем ответе он порассуждал о том, способны ли телевидение и интернет вытеснить книги с прилавков. Нет, никогда не способны. Прежде всего потому, что книга – наиболее экономичный способ дать перенести вас через другие миры. Визуальные аттракционы, в которые превратился нынешний кинематограф, ну, я имею в виду эти блокбастеры, так называемые, про супергероев, там, ищи с ними. Это их мало, да, их все-таки единицы, их ни сотни, их ни тысячи. И ты их не выберешь на каждый вкус. В то время как книга, да, простая бумага, простые темные буквы. После пресс-конференции люди находились в приподнятом настроении. Ну, вот у нас эта встреча была впервые, а так мы планируем следующий приезд. Если у него случится в России, то мы снова его пригласим с удовольствием. Ник Перумов переехал в США в 1998 году и сейчас живет с женой и детьми в Северной Каролине. Однажды он уже изменил свою жизнь, и мы решили узнать, верит ли он в предначертанность судьбы. В предначертанность нет. Я считаю, что человек все-таки сам мастер своей судьбы, и если вам что-то не нравится, и вам тяжело, меняйте. Я не верю в судьбу, в том, что каждый наш шаг предопределен, ничего изменить нельзя, и если все плохо, то будет еще хуже. Нет, это очень неправильный взгляд. Полное интервью вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. 13 марта 1938 года русский язык стал обязательным для изучения во всех школах СССР. С тех пор прошло немало лета. Насколько сейчас, чтят и знают великий и могучий, разбирался Валерий Седов. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Эти слова Ивана Сергеевича Тургенева остались в нашей памяти еще со школьной поры. Но помнят ли люди основные правила нашего языка, это мы и решили выяснить. А вы помните правила русского языка? Ну да, относительно. Красивее или красивее? Красивее. 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 Как правильно, красивее или красивее? Красивее. Одеть одежду или надеть одежду? На себя, если надеть одежду? Если на себя, то надеть. Если на кого-то, то одеть. Надеть. Одеть. Смотря на кого? Если на себя, то надеть. Если кого-то, то одеть. На себя мы надеваем, кого-то одеваем. Надеть. Надеть что-то, одеть кого-то. Какого рода слово кофе? Мужского? Мужского. Кофе он? Мужского. Мужского. Вообще, как бы, мужского, но по новому правилу оно среднего рода. Кофе, оно мое, средний. Мужского. Впрочем, русский язык сложно дается не только нашим соотечественникам. Как для вас русский язык? Мы не понимаем русский. Понимаю русский чуть-чуть. Как по-вашему, русский язык, он сложный? Очень. Почему? Не знаю. Ну, сложный очень, очень сложный. Очень тяжелый голос. Как вы считаете, русский язык, он сложный язык? Ну, он не сложный, нормальный. Ну, просто я в Крыму был, там учился русский язык за 6 месяцев. Ну, практика, значит, так с людьми общаться так. Ну, нормально вроде. В 1942 году в непростое для нашей страны время Анна Ахматова написала стихотворение под названием «Мужество». Образом русской речи в стихотворении подчеркивается единость русского народа. Именно речь является тем, что связывает вместе всех людей. Данное стихотворение скорее можно назвать клятвой. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем. И внукам дадим. И от плена спасем. Навеки. На этом все. Новости и другие авторские программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Прощаемся с вами до завтра. И хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да. Всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова